Собственно, как раз я уже вижу этот отель, в котором я буду жить. Вернее, это одно из его зданий, то есть здесь, грубо говоря, как бы два отеля, но они между собой сообщаются. Вообще, в Турции это нормальная практика, что есть старое здание, есть новое здание, но они сообщаются, если вы в том или ином здании останавливаетесь, вы можете полностью использовать любую территорию отеля, любые фасилити, все, что связано с спортзалами, с аунами, с хамамами, с банями, с пляжами, все. Вот это южное, значит, здание. То есть, в принципе, теоретически я как бы могу сюда заходить, заезжать, парковаться здесь на парковке. Вообще, вы можете даже, если вы в этом отеле не останавливаетесь, вы можете, это такой отель открытый, это такая редкость большая для Турции, что вы можете в такой крутой отель приехать и, грубо говоря, здесь вот так вот припарковаться и зайти там в ресторан, еще куда-то. Здесь есть тоже так же Швейцар. Я сейчас сюда приезжал, когда дождь шел, заехал вот так под навесик, отдал ему ключ. Все, он молча, все, уехал, мою машину поставил. Я пошел, пообщался, бронь сделал, все вопросы свои решил и вернулся. Он мне отдал ключики, а пошел на своей машине и дальше поехал. Очень удобно, когда вот это валет-паркинг есть. Ну и вот, собственно, любой желающий может заехать на эту территорию, здесь припарковать свою машину, походить, погулять и зайти в этот отель. С одной стороны, это как бы хорошо, но с другой стороны, когда какие-то посторонние люди... Но я думаю, кто попал, все равно не полезет, и там у них секьюрити, и они это все тщательно проверяют. Я не смог там остановиться, потому что не было мест вот в том здании, где мы сейчас только что смотрели. И я вот остановился вот в этом здании старом. Либо это старое, либо это какое-то другое здание. В общем, я буду жить через дорогу, переходить вот по вот этому переходу. И, скорее всего, завтра там будут места, и я просто завтра туда либо переселюсь, либо, может быть, куда-то поеду в другое место. У меня с этим все просто. Если мне нравится, я остаюсь. Если мне не нравится, я бросаю чемодан в машину, и все, я еду, куда мне надо дальше. Здесь у них есть подземные паркинги, я так думаю. Я, как правило, когда приезжаю, вот так объезжаю отель, и сразу все интуитивно здесь ясно-понятно становится. А, да, вот, отопарк, и там еще есть машины мыть. Акрови. Акрови, значит, вот это здание называется, в котором я буду жить. У них в основном любят машины мыть сами в Турции, но вместе с тем тоже вот такая ручная мойка у них здесь существует. Первый признак того, что этот отель хороший, это покрытие вот здесь вот такое мягкое, ковролан. Но узкие коридоры, и это связано с тем, что, ну, скорее всего, либо это старое здание, либо что, я не знаю. Здесь вот такие две кнопки, то есть не беспокоить и убрать комнату. Открываем. А здесь уже стоит карта. Видите, как удобно. То есть я сюда зашел, и свет включен. Здесь нет мягкого покрытия, к сожалению. Ну, комната очень просторная. И что-то мне подсказывает, что здесь такая же комната, как и там. И по размеру такая же, и вообще полностью все такое же. Здесь на русском, на рецепшене тоже парень разговаривал очень хорошо на русском. Потом здесь есть вот такое вот, можно подушечки заказать. Если я не ошибаюсь, это стоит каких-то денег. То есть если вам неудобно спать, некомфортно спать на каких-то простых там подушках, вы можете себе заказать необычные и так далее. Здесь, значит, все стандартный набор полностью. Бесплатно вот это все, что здесь стоит. А вот это вот, все, пивнушка стоит денег, ликероводочный, холодильник. Как хорошо, что я не пью алкоголь. Вот, здесь все, что угодно, в принципе, есть. Все, что может понадобиться. Мне нравится вот это кресло. Номер я взял с видом на море, но особо здесь моря нет, потому что я просил у него верхние этажи, но он, видите, как бы идет пирамидка, и он сказал, верхних этажей нет. Вот это самый верхний, третий этаж. То есть когда вы заселяетесь, когда-то приезжаете, неважно куда, всегда просите верхний этаж, всегда. И прямо когда бронируете отель, всегда просите, чтобы вам давали верхние этажи, потому что чем выше вы находитесь, тем всегда выше у вас лучше будет обзор из отеля. Вот это вот значок. Это именно вот Barut Collection. Я вам буду сейчас на протяжении всего обзора этого отеля о нем рассказывать. Так, еще здесь есть такой вот экологический ваучер, типа Акро-волонтер, по всякой разной окружающей среде. И, короче говоря, если оставить на двери, они дадут потом на следующий день скидку на то, чтобы эту скидку можно было потратить там в ресторане или еще где-то 10 лир. Я думаю, мне это неинтересно. Так, здесь есть прачечная, тапочки есть. Вот что, фитнес-коврик есть. Вот такого еще я не видел. Это что-то новенькое. А, можно купить. Это можно купить. Можно купить, можно его использоваться. Так, здесь шить, одевать обувь и так далее. Сейф есть. И здесь они пишут, что убедитесь, что все ваши ценные вещи хранятся в сейфе. Вот. Есть что, видите? Халат. И они знали, что я приеду один, только один халат. Они полностью его к моему приезду подготовили, этот номер. Ну, как все номера, наверное. Но этот отель, они прям пишут, когда вы приедете. Они мне писали на e-mail, когда вы приедете. И, в общем, у них здесь забота такая сумасшедшая. Весы, фен. Вот эти вот штучки в некоторых отелях, они прям вообще такие крутые. Я помню, мы останавливались в Москве. Арарат парк Хаят. И там был такой шампунь классный. И здесь тоже, судя по всему. Да. Крем такой интересный. Друзья, в этом отеле вы сможете спокойно остановиться. Я не знаю, наверное, долларов за 50, если это будет не сезон. И я могу порекомендовать этот отель. Потому что мы сейчас с вами пойдем туда через дорогу. И там будет реально круто. Вот, друзья, специально я поднялся на пятый этаж. И здесь уже гораздо лучший вид. Потому что мы сейчас находимся выше вот этих всех деревьев. И, как правило, если вы даже берете номер. К примеру, у вас может быть вид на город. Ну, грубо говоря, примерно вот такой вот какой-нибудь, да? Но вы будете все равно видеть... Нет, здесь неудачный пример. Пойдемте в то крыло. Вы можете взять вид на город. И у вас будет, за счет того, что выше, вы будете из-за своих окон... Все равно, во-первых, город вам будет вот такой вот красивый. Вы будете город видеть. Во-вторых, вы будете все равно видеть море. То есть, главное, это не куда у вас вид, а какой у вас этаж. Не всегда хорошо иметь вид на море. Если у вас, к примеру, вид на море, там, допустим, второй или первый этаж. Он может быть хуже, чем вид, к примеру, на город, допустим, верхний, самый верхний этаж. Поэтому всегда-всегда просите, всегда. Это бесплатная услуга, это ничего не стоит. Всегда просите именно себе верхний этаж. Вот такой вот кафе-бар на первом этаже. В принципе, любой желающий может сюда прийти. Это обычное кафе. Прямо под нами на первом этаже. С таким вот уютным интерьером, милым. Кофейня, короче говоря. Вот там вход в этот отель. И сейчас я иду на юг, чтобы это как раз все перейти. Да, это кафе очень большое. На самом деле. И здесь тоже. Оно либо сообщается, либо... Да, это оно сообщается. Тут всякие разные книжки. Можно почитать. Литература. Компьютеры. Ну, компьютеры это, наверное, с собой люди принесли. Интересно, думаю, будет здесь. Тем людям, которые любят спокойствие. А, возможно, даже там магазин что-то продают. И кафе сразу рядом. Ну, из-за того, что сейчас Новый год, я там плачу в районе где-то 60-70 евро. Вообще, я думаю, где-то за 30 евро можно здесь остановиться. 30, максимум 40 евро. Если это будет не Новый год, вы здесь сможете остановиться. Вот такой вот переход здесь надземный. Там тоже всякие разные Starbucks, всякие разные кафе, рестораны. Поэтому, ну, нет смысла особого платить. Вот за это все включено. Потому что сегодня вы захотели туда пойти, завтра вы захотели сюда. После завтра вы захотели себе в магазине что-то купить. И особого большого смысла, тем более, если вы не пьете алкоголь, нет. Значит, там у нас запад. Там дальше океанариум есть. Рядом с ним Rixos отель. И парк большой. И там стадион. И так далее. И туда, с правой стороны, там в центральной части находится Хилтон. Здесь тоже вот такая большая парковка. Напоминаю вам, сюда может приехать любой желающий. Если вы хотите зайти куда-то там в ресторан или еще куда-то в те места, которые я вам сейчас буду показывать. Вы сможете там остановиться. И, в принципе, теоретически я тоже мог здесь припарковаться. Но я подумал, если есть подземная парковка, почему бы не припарковаться там. Там, кстати, такая интересная парковка. Там есть мойка, и мойщик сразу ко мне подбежал. О, привет, я тебе угощу кофе там. Еще что-то начал вот эти свои турецкие замашки. Я говорю, что, говори, короче. Он говорит, здесь в России тоже приехали ребята. Три дня здесь будут останавливаться. Вот их машина. Брось просто ключ на этот, на стекло. Если вдруг твоя машина будет мешать, мы ее подвинем. Для Турции это нормально. Если вас кто-то попросит в Турции дать ключем или еще что-то. Ну, когда вы приезжаете вот в такие места, в ресторан или в гостиницу или еще куда-то. Можно смело ключ давать, вообще не вопрос. Если вы хотите, чтобы приехало такси, надо все равно нажать. И он приедет. Мироба. Я просто хочу объяснить про этот систем, как это работает. Я не пускаю кнопку, не волнуйся. В каждой улице, где-то вот так. Да. В зеленую боксу. Когда вы пускаете кнопку зеленый, то это приезжает в Турции. В каждом в Антоле. Как долго? В максимуме 5 минут. В максимуме. В каждом минуте приезжает. Если это рядом с Турцией, то нет проблем. Я думаю, это где-то в Турции. Не где-то в Турции. Мы в Бакире тоже. Генераторно, это вот так. Генераторно. В большей стране? В большей стране, да. Генераторно, это вот так. Очень хороший систем. Да. Как это, вы можете перейти на Турции. Да. И Uber и Яндекс не работают здесь? Это очень хорошо для вас? Да, Яндекс работает. Мы имеем Яндекс. А, да? Реально? Ребята, честно говоря, я думал, не работает Яндекс и Uber, а на самом деле здесь Яндекс и Uber работают. Я не знаю, там надо что-то мне, наверное, просто в настройках поправить, потому что сколько раз я пробовал, когда я приехал, я хотел заказать такси сразу, и у меня не работал Яндекс, они сказали, что там что-то не работает, он сказал, нет, все работает, надо поразбираться, посмотреть там с настройками, почему? Ну, вот только что мне так сказал, я, да, все работает, и Google работает, и все, все, все эти работают. Он еще сказал, Яндекс лучше, чем Google. Интересно. Ладно, видите, как важно общение? Я здесь 30 дней путешествую и думал, что они здесь как этот, отбились от этих всех сервисов, думал, что они здесь себе сделали так, что они могут только через эту кнопочку работать. Окей. В общем, мы с вами начнем знакомство с отелем, с его окрестности. Вот здесь есть бар, типа такой ресторан, бар, я там уже был, достаточно милое местечко, вчера я там поужинал, отель очень зеленый, очень много зелени и очень такой ухоженный, видно, что его прям вылизывают этот отель, и все вот эти отели, я их много встречал вообще по Турции, в Сиде есть несколько таких отелей, они все вот такие вот, полностью все такие подстриженные, такие аккуратненькие, очень много зелени, вот оливковые деревья, видите, какие большие, они все вот такие вот масштабные, просторные, вот именно вот эти отели вот борут, они, может быть, чуть-чуть будут кусаться по цене, ну, вы здесь будете реально отдыхать, друзья. Если вы едете на отдых, лучше, я считаю, поехать один раз в такой отель, чем два раза в какие-то отели похуже. Завтра в обед здесь будет вечериночка, вот здесь они должны подогревать бассейны, я не знаю, подогревают ли этот или нет, ну, тепленькая вода, в принципе, купаться можно. Здесь три бассейна, скорее всего, это детский, вот этот чуть побольше, здесь глубина метр-полтора метра, один метр сорок сантиметров, 29 градусов температура воды в бассейне, поэтому он подогревается, и вы можете смело прийти сюда и искупаться. здесь то же самое, метр сорок, и такая же температура. Здесь инфинити бассейн, должен вам сказать, друзья. Видите, если вы, допустим, лежите на шезлонге, то вам кажется, как будто бы бассейн уходит туда, куда-то. И если вот вы приехали на отдых, конечно, лучше отдыхать летом, тем более, в каких-то таких местах, чем куда-то ехать, где будет какой-то отель, я сейчас проезжал там немного на восточнее, в начале, в начальной части Анталии, там были такие отели, я заходил туда. В принципе, там как бы стоит столько же, но может быть чуть ниже, но он, во-первых, битком забит нашими ребятами русскоговорящими, и, естественно, там уровень совсем другой. Хотя по цене они примерно одинаковые. С учетом того, что цена примерно вырастает в два раза, то есть примерно за 30-40 евро здесь можно остановиться. Второй признак хорошего отеля. Если много зелени, если она такая ухоженная, если отель сам по себе большой, широкий, то есть вот это вот все сходится к одному. Обхожу сейчас, постепенно этот отель я зашел с севера, с северной точки, и вот сейчас оказался возле западного, западной стены. Я вообще давно в Турции таких вахтеров, охранников не видел, милых, улыбчивый. Я говорю, как мне пройти вниз? Он говорит, менеджер сказал закрыть, потому что там опасно. Были волны, и он сказал, сегодня закрыто. Я говорю, завтра будет солнышко. Он такой улыбается, говорит, да, завтра будет солнышко. Завтра откроют лимон, да. Вот, значит, вот так вот выглядит здание отеля. Там есть еще ресторан наверху. Ну и вообще здесь много всего всякого разного интересного. Мы к этому чуть позже вернемся. Там вот именно ресторан, именно шведский стол, где люди кушают. О, здесь у них даже есть, смотрите, какие они милаши. У них здесь актора Instagram Point даже есть. Share Instagram без Acro Hotels. Какие милашки. Я так понимаю, Acro это тоже сеть. И, в общем, здесь, короче, везде таблички, что, во-первых, здесь небезопасно. То есть лазить туда, перелазить небезопасно. И вот эта вот часть, она закрыта. И он сказал, охранник милый вон тут, ну, он сказал, если вы обойдете там, то там можно спуститься. Я говорю, там люди купаются вон, ловят рыбу и с собачками гуляют. Он говорит, я понимаю, но менеджер сказал. Вот здесь вот видно очень хорошо, как мы с вами вон туда вот, где Скал ездили в Кемер. И вон там катались, где колесо обозрения катались. По-моему, вот там Риксос видно, если я не ошибаюсь. Ну, вообще, в принципе, все здесь видно. И расположение у него очень хорошее. Я так понимаю, летом здесь песочка нету. Это один из его минусов. И сейчас мы ниже туда спустимся. там это все снимем. Вот здесь из-за того, что был сильный дождь, у них чуть-чуть запачкалось. Но они это сейчас все уберут. И, в принципе, будет здесь чистота. Так. Это все вот продолжение ресторана, если я не ошибаюсь. И везде можно выйти как на улице покушать, так и внутри покушать. Поэтому отель очень просторный. И это вот именно как раз-таки то, за что вы платите, именно переплачиваете. Когда вы отдыхаете, вы именно здесь наслаждаетесь каждым моментом своего отдыха. То есть вам не надо вообще ни о чем не переживать. Здесь обо всем заботятся, обо всем уже позаботились. И спортзал сейчас тоже мы с вами пойдем снимем. Вот этот бассейн тоже. Там есть крытый бассейн, и можно выйти вот так вот на улице тоже здесь покупаться. Пляж есть, школа дайвинга есть, бассейн. И потом вот этот вот клуб 251. И пляжный волейтбол, наверное. А вот здесь, друзья, обращаю ваше внимание, цвет воды уже намного чище. И вода чище намного. Потому что, ну, собственно, как бы здесь нет речки рядом. И это, кстати, вам еще один признак того, что если будет течь рядом с отелем какая-то речка, скорее всего, вода будет в море грязная. В общем, обращайте на вот эти все моменты внимания. Когда вы бронируете отель как-то по картиночкам или еще что-то, вы думаете, конечно, вам там показывают самые красивые, самые яркие стороны. Но на самом деле, когда вы приезжаете, уже забронировали там пакет себе на 7-10 дней, вы уже поменять не можете. Пирс этого отеля. Единственное, я не знаю, вот здесь есть вот такая вот территория прилегающая. Скорее всего, она не относится к отелю. И не знаю насчет питания на пляже. Скорее всего, либо они его разобрали, эту часть, либо его здесь просто нет. До сих пор волнуется море так вот сильно. Я ругал некоторые отели за то, что у них галечные пляжи, а здесь даже гальки нет. Только вот бетонное вот такое вот основание они залили здесь. Рыбак пришел. Возможно, здесь будет бар летом, пляжный такой. И, скорее всего, здесь будет покрытие тоже другое. Скорее всего, это все разобрано, и это сейчас не работает. Вот так выглядит спуск. То есть здесь такие вот бетонные ступеньки, и там такой резкий спуск. Я думаю, для детей это не подойдет однозначно. Это, конечно же, большой минус отелю. Если вы хотите сюда приехать с семьей, с детьми, то только в бассейне купаться. Но опять же, какой смысл купаться в бассейне, если здесь такое море? Все достопримечательности. Вот аквариум. Это самый большой туннель в мире. Аквариумный такой. Здесь находится в Анталии. Водопады еще есть вот такие. Потом вот эти вот штучки. Это туда в сторону Белека подниматься. Парк динозавров тоже там же. Скорее всего, Джив Сафари тоже там же. Вот это я не знаю, где. Это такой большой здесь театр. Ага, это Кемер, мы там с вами были. Так, это что? Тоже, а это Олимпос. Мы тоже там с вами были. И вот эта вот штучка, она высоко-высоко в горы поднимает. Намного выше, чем вот эта вот. Поэтому, ну это туда ехать дальше. Это мы тоже с вами были возле речки, всякие рестораны. Так, это Олимпос мы были. Это каньоны. Ну и в общем, вот такие вот достопримечательности здесь рядом есть. Начнем знакомство с Лобби. Вот здесь вот есть у них пиано, пианино или рояль. Чем отличается пианино от рояль? Напишите мне, пожалуйста. Я очень люблю, как вот это звучит, штучка. И мне очень нравится пиано. Пиано, мелодии всякие разные. Классические и так далее. Там можно обувь почистить. Вообще, в хороших отелях всегда будет обязательно чистильщик обуви. Можно оставить, он вычистит, вытроит все. Елочку вот они вот так вот красиво нарядили. Какие молодцы. И здесь вот такая атмосфера. Видите, такая приглушенная лаунж. Здесь нет такого кипиша, гула, такого ничего нет. Все листики, все вот эти растения, цветочки, все живые. Вот это все, что окружает нас сейчас с вами. Можно прийти с компьютерами вот так вот здесь поработать. Причем любой желающий может зайти. И у меня карточку еще отеля ни разу не попросили. Браслеты они здесь никакие не дают. Я думаю, если у вас все включено, вы здесь сможете чай попить. Вот с такими вот пироженками. Интересными, с макаронами. Это если все включено. Если нет, то по меню можно заказать. Тирамису, всякие разные чизкейки. Давайте выйдем на балкон. Я еще выбрал этот отель за то, что здесь есть вот такие вот балконы классные, красивые. И когда будет фаерворк-шоу в Салютике, здесь можно будет наблюдать. То есть вот с этой части они будут где-то вот там дальше взрываться и запускать салюты. Я так думаю, я не знаю. И закат здесь очень красивый. Если ясная погода, то прям вот эти вот балконы, они, видите, вот такие вот широкие, масштабные. Именно они компенсируют это отсутствием пляжа. То, что здесь нет пляжа, они сделали вот такие вот классные виды. То есть отель сам находится на скале. И любой, кто останавливается, у кого даже номер с видом на сад, он может прийти вот на эти балкончики и полюбоваться. Вот это почилить здесь. Такая музычка классная. Ну вообще супер. Видите, обстановка вообще располагает. Зеркала такие большие, такое ощущение, как будто бы здесь простор, пространство. Мироба. Это мой друг с парковки. Я с ним уже успел познакомиться. Он мне все рассказал. Говорит, ключи брось просто на стекло. И все. Вот здесь вот есть всякие разные вот такие магазинчики. Давайте зайдем в туалет, если там никого нет. Я вчера зашел и немножко офигел. Посмотрите, какой туалет. Гигантский. Масштабный такой. Здесь везде-везде раковина. Если вы сходили в уборную, вам не надо ждать никого. Руки. Сколько здесь? Шесть? Восемь раковин. И там куча писсуаров и еще кабинки. Вот такие вот мелочи вроде бы. Говорят же, что дьявол он в мелочах. И вот такие вот мелочи они подкупают. Вот я вот сейчас вам буду ходить, обращать внимание на то, что я обращаю внимание. Вот это вот признак, как вам сказать, ну не того, что здесь как бы хорошо все вот эти вот супермаркеты и все. Вообще, по идее, здесь как бы этого не должно быть, поэтому они это все засунули в самый нижний стаж, в цокольный такой, чтобы это все спрятать подальше от людей. Видите, вот здесь тоже двери. Здесь двери, высота, наверное, два с половиной метра, очень высокие. Вот у них так выглядит кухня. Всякие разные здесь сладости. Бахлава есть вон там вот с ягодками. Фруктов очень много. А, это вот салатики, значит. Ну, должен вам сказать, что кормят здесь хорошо. Достаточно хорошо. Прям даже очень хорошо. Да. Да. Кухня у них прям такая интересная. Все познается в сравнении. Просто я как бы поездил в разных местах, и я уже знаю, что и как, где выглядит. А вон там мы сейчас с вами гуляли как раз. Можно, в принципе, при желании даже выйти на улицу покушать. Вот даже в вазах вот эти вот растения, это все настоящее. То есть, подпитывается там водичкой, и вот это все бросается в глаза. Когда люди ставят пластиковые растения какие-то, ну, это как-то так выглядит. Не очень. Да. Прайс фурман? Да. Короче говоря, стрижка около 10 долларов стоит. Можно побриться тоже еще меньше. И маски всякие разные сделать. Весьма, весьма, весьма бюджетные цены для такого места. Здесь можно и покрасить волосы, и все. А, окей, thank you. Они как делают. Давайте посмотрим, что здесь за балл. Видите, двери какие? А вот такие вот прям. Они вот так вот открываются. Здесь, во-первых, тепло, очень мягкое покрытие. Такая атмосфера. Классная была. Водичка вот так вот подсвечивается и течет. Говорят, что когда вода течет, это типа по фуршую. Очень хорошо денежные потоки привлекает. Свободно течь вода должна. И вот они обязательно это сделали себе здесь. Опять я оказался, в общем, на этаже, где лобби здесь. И что здесь? Честь от обув. Рецепшн. Чуть разошлись люди, но было очень, прям, очень много людей. Экспириенс. Здесь можно заказать экскурсии. Скорее всего. А вот это вот ресторан, про который я вам говорил. Сюда может и с улицы зайти любой человек, и снаружи с отеля может зайти любой человек здесь за деньги. То есть можно прийти. Здесь, видите, уже интерьер другой. Такая музычка. Другое такое настроение здесь. Тоже они все украсили. Новогоднее. Это все тоже настоящие цветы. Коля. Вот можно прийти, заказать, допустим, захотели вы рыбки и супчик? Приходите. Скорее всего, вот эти салаты будут дарить бесплатно. Приходите, заказывайте то, что захотели. Потом в Турции я видел, во многих местах здесь можно на пароль и туда вовнутрь заряжать свой телефон. Вот так оставить. Это, по-моему, бесплатно, если я не ошибаюсь. Это у них на улице. Огонь там. Там можно ребенка оставить, и оно прям закрывается. Они никак не выйдут. Там есть нянечка. Очень удобно. Порой иногда охота прийти вот в такое место, чтобы официант именно принес то, что вы хотите, если вы хотите. И здесь также все напитки есть. И, по сути, в принципе, по деньгам это... Ну, иногда так же выходит. Иногда даже может меньше выйти, в зависимости от того, сколько вы едите. Посмотрите, стол какой. Вот они показывают что-то. Они что-то... А, они показывают, что 49 километров отсюда находится вот такое вот место. Они о нем рассказывают здесь. Отель называется Акра, а Барута это вот именно вот такая сеть. Типа Альянс такой. Альянс молодцов. Везде у них на улице в Турции есть вот такие вот балкончики. Как правило, он зарезервирован, этот стол. И курить, если вы курите, только здесь можете. Вот здесь мы с вами были, уже гуляли. Это там внизу ресторан, еще ниже. И там сейчас спортзал. Он еще ниже тоже находится. Мы до него не дошли. Целая куча здесь этих балконов. Везде можно выйти на балконе. Летом здесь классно будет. И вон там тоже. Это уличный балкон такой. Там тоже. Можно на улице, если не хотите, внутри, если вам внутри жарко. Можете внутри потусоваться. И вы здесь можете вообще любое. Не важно, что заказывать. То есть, чтобы вы понимали, обычно, когда вы приезжаете в отель, и все включено, там таких мест нет. И там как-то вот, ну, у вас ресторан, и там то, что вам приготовили, вы то кушаете, и все. Вы, когда попадаете в такое место, вы это сразу ощущаете, все чувствуете, вот эта атмосфера, она прям сама об этом говорит. Здесь раздевалка. То есть, это вот как раз тем людям, которые сюда приедут. Короче говоря, они будут здесь оставлять свою верхнюю одежду, и идти дальше. Здесь что? Здесь спать. А, это дополнительные можно кроватки заказать. Вот такие можно заказать дополнительно в любой отель. Куда бы вы ни приехали, вы можете вот такую для маленького совсем ребеночка заказать. И вот этот чуть побольше, ну, либо вообще для взрослого. А здесь, скорее всего, будет гала для детей. Детские гала. Да, точно. Для маленьких детей. Видите? Они уже маленькие. Тарелочки так мило. Супер вообще. Маленькую елочку сюда принесли, поставили. И все, они уже готовы. Здесь даже стулья, они чуть-чуть ниже. То есть, они понимают, что будут маленькие детки сидеть. О, да. Я даже мечтать поняли о таких праздниках в детстве. Вот в таком где-то месте. Вот чтобы это вот как-то вот так было. Ну, супер. Что я могу сказать? Это для детей, значит. А вот это прям здесь рядом, зал. Это для взрослых. Сейчас мы сюда тоже зайдем. Вот этот человек будет здесь петь. Я его посмотрел уже, его творчество в Ютьюбе, но он как бы меня не впечатлил. Все начнется отсюда. Здесь будут разные всякие коктейльчики и разная тусовочка. Вот. Так будет, собственно, выглядеть это все выступление. Они сейчас тоже здесь готовятся. Все вот. Посмотрите. Три вилки. Причем вилки как бы одинакового размера. Какой смысл было? Три ножа, две ложки. Зажигалки есть. Это, наверное, салютики зажигать. В этом плане турки, конечно же, умеют. Они умеют вот это именно всякие вот эти развлечения делать. И вот это все будет здесь, короче, кипеть, бурлить. Видите, они готовятся каждому столику, каждый, каждый, каждым деталям все расставляют. Как это, что должно быть, как это должно. Все по протоколу. И причем у них сейчас же ковид, у них есть еще ограничения кое-какие. То есть они не могут сюда много людей, но они и так бы сюда не засунули. Каждый стул пронумерован. Если вы заплатите, вам скажут, вот, допустим, у вас стол 24, ай, допустим, или 24 джей, и вы только здесь сможете. Но здесь будут ходить официанты, здесь не надо будет ходить накладывать, вам будете все приносить. 1500 или 2000 лир стоит, но я подумал, что я не выпью столько и вообще я не пью. Конечно, если бы я пил алкоголь, здесь очень дорогой алкоголь, качественный, и здесь можно только за счет алкоголя вот эти, как бы, отбить, отыграть. Этаж, то есть полностью заточенный под комнаты, под разные мероприятия, здесь туалеты, уборные, хоть одна была бы открыта. нет, ни одна не открыта, но посмотрите, двери, почти 3 метра высота. Так, друзья, здесь, смотрите, любопытное тоже место есть, мечеть, и комната для молитвы. А вот здесь, собственно, они выращивают, видимо, из-за того, что здесь влажное такое помещение, они здесь, во-первых, выращивают, во-вторых, это для того, чтобы попасть в мечеть, надо помыться, умыться, без этого, ну, молитва, как бы, неприемлема. вот, и, и, вот, человек молится, пожалуйста. И везде вот такие вот у них уголочечки есть, вот такие уютные, где вы можете провести время, как-то отдохнуть, и так далее. Вот так вот, друзья, выглядят здесь, у них тоже коридоры. Не могу сказать, что они широкие, но пошире, чем в том здании, а комнаты, в принципе, ну, похожи. И на каждой вот площадке по 4 лифта. Всегда рядом с лифтами есть вот такие стульчики, телефон, чтобы можно было позвонить на ресепшн там, или еще куда-то. 4 персоны, большие лифты. Вот сюда я хочу проехать, но, ага, вот сейчас он мне туда, отвезет как раз-таки. Вот здесь ресторан, а парковка еще здесь есть, фит, ну, вот мы сейчас фитнес тоже придем. По 60 комнат, около 600 комнат здесь, только в этом отеле, и там еще, наверное, в общей сложности около 1000 комнат вообще в этом комплексе. Что здесь? Urban Chic Lounge. А, еще можно сюда прийти на завтрак, на обед и на ужин. Вот время. Обычно до 8-ми они проводят, в других отелях здесь до 9-ти они дотянули. Вау, да здесь круто. Как, посмотрите. Всякие разные угощаются здесь десертами. нужно попросить, чтобы кто-то принес, дал это. Там всякие Coca-Cola, всякие разные фанта, чаи, фрукты. и вот такой вот вид здесь нереальный, невероятный. С 10-го этажа. Очень красивые закаты здесь должны быть. Друзья, после того, сколько я отелей вообще здесь поменял, посетил в Турции, я в разных отелях был, в том числе и достаточно крутых отелях был. И меня уже как бы сложно чем-то удивить, но вот этот отель, он реально крутой. Он прям действительно крутой. Попробуем зайти. Что нам стоит? Видите, вот эти вот внимание к деталям, к мелочам, они просто прекрасны. Я думаю, сюда можно прийти и здесь по меню заказать. Вот как раз таки то, что я и сделаю вечером. Винишко разные. Вот если вы приехали, к примеру, все включено и вам не нравится вино в ресторане или вам от него, допустим, плохо, естественно, вы захотите пить то, что вы хотите. И поэтому вот это all-inclusive не всегда хорошо. Вот это вот все растения тоже, они настоящие. Вау! Реально! Круто! Очень круто! Десятый этаж. Видите, здесь мало таких зданий и мы сейчас выше всех, можно сказать. Когда будете сидеть, вам никто не будет мешать, вы как будто будете спрятаны там. Так, продолжим. А, бар здесь еще есть. Здесь еще есть бар. здесь можно напиться. Видите, я пришел, он улыбается, такой довольный, добро пожаловать, здравствуйте. вот здесь, скорее всего, зажгут огонь ночью. В 5. Сейчас это место закрыто. Ну, как бы, можно там выпить при желании, если захотеть, но, как бы, закрыто. И здесь вот сидушки такие милые. То есть, вы можете здесь быть на улице, на крыше прям. В Турции это очень любят. Для меня всегда была загадка, почему у нас в Алмате вот не делают вот так вот эксплуатируемой кровли и не делают именно так, чтобы можно было вот так вот проводить здесь время. Очень круто. Анталия, вся вот центр, там где-то. Хорошо, что я в Хилтоне не остановился, потому что он там как бы в яме и, ну, вообще. Друзья, там еще есть отель относительно неплохой, тоже Рамада, но, он мне чем-то не понравился. То ли он за дастками, то ли еще что-то. Я не знаю, почему. Там даже можно было за те деньги, которые я здесь плачу, за сколько там, за 70, там за 80 евро можно было остановиться полностью, то есть, вместе с ужином и за всеми делами. Возможно, я завтра туда поеду и там покажу вам, поснимаю. Но он тоже на берегу находится, у него тоже примерно все так же. Выход к морю тоже все такой же, но, чем-то он меня, в общем, отпугнул. Поэтому, друзья, я думаю, это будет все-таки, наверное, отель номер один, если мы будем брать именно в расчет именно Анталию, если мы хотим увидеть именно вот эти вот шоу, фейерверки и все, что с этим связано. Я думаю, вот этот именно отель, который мы сейчас с вами смотрим, Акро Бород Коллекшн, он будет номер один и по расположению, и вообще по всем. Единственный минус это его стоимость, но вы не можете приехать, чтобы здесь было все прям вот так вот супер лакшери, и чтобы какая-то была стоимость низкая. То есть, из минусов, пожалуй, у него только отсутствие пляжей и все. Я еще завтра окончательный вердит свой вынесу, но вот сколько я здесь нахожусь, на мой взгляд, это вот прям отель вот в комплексе, он выигрывает по сумме показателей, то есть, здесь как бы есть все, кроме пляжа. По сути, как бы то, что мне нужно, я все получил. Я получил для себя бар, который будет работать так же до часа, как в этом, в Хилтоне. Здесь есть ресторан на крыше, то есть, я могу себе там за тысячу лир я могу здесь вообще все что угодно, любые блюда заказать, они мне их приготовят и принесут, и у меня будет угощение, какие я захочу, а не такие, которые там принесут, приготовят всем. И что еще прекрасно, то, что я могу отказаться от алкоголя, не обязательно, то есть, идти на какой-то гала-ужин, если вы не пьете алкоголь, то вам даже там не будет, будет наоборот, хуже, потому что там есть алкоголь и вычеркнуть вы его никак не можете, и вид здесь гораздо лучше, чем в той комнате, в которой я вам снимал, а в Хилтоне они вообще на цокольном этаже это проводят, это мероприятие, поэтому вот это место номер один, хорошо, я вчера еще хотел забронировать, заплатить там сколько, полторы-две тысячи лир, и, короче говоря, отказался от этого, и я думаю, правильно сделал, я лучше завтра вот в этом ресторане, который у меня со спиной проведу Новый год. Друзья, вот так вот собственно выглядит здание, в котором я живу, но по сути разницы нет, потому что я прихожу туда только поспать, переночевать, и мне вообще разницы нет, где ночевать, поэтому эта экономия, она здесь оправдана, то есть я перешел дорогу, поспал, вернулся сюда, и по сути мне какая разница, где мне спать, где мне ночевать, естественно, здесь будет гораздо лучше вид из окна, но если вы берете вот эти вот этажи, только верхние этажи будут, будут с видом на море чуть-чуть, и то не факт. Если вы сюда приезжаете, у вас бюджет ограничен, то я вам рекомендую вот именно вот это вот здание, Акрови оно называется, вы останавливаетесь там, и все, то есть это отель общий, вы здесь живете. Я понимаю, это старое здание, это новое, но по сути разницы нет, скорее всего комнаты одинаковые, если нет разницы, зачем платить больше? Здесь будет бар точно так же работать, я думаю, а не какую-то музыку, единственное, что просто диджея не будет, но я думаю, я как-нибудь это переживу. Диджей у них будет в другом баре, то есть здесь несколько баров. Этаж, цокольный, самый низкий этаж, ниже нет ничего, только парковка, здесь можно йогой заниматься, всякой разной, стритчингом, растяжками, растяжением, сауна, можно фреш заказывать здесь. Описано, что пожалуйста, тише, не шуметь, и в общем, здесь все создано для того, чтобы отдохнуть после массажа, потом вот здесь какие-то устройства есть, я так думаю, ими можно воспользоваться. Целый, полностью весь этаж у них здесь уходит под красный спорт, под фитнес и так далее. А, сюда можно прийти еще купить абонемент, и я так понимаю, с улицы можно прийти здесь позаниматься спортом. Спортзал очень крутой, большой, вот прямо отсюда, это не зеркала, и очень большое, большое расстояние, и такая атмосфера здесь именно спортивная. Обычно я прихожу куда-то в спортзал, и там вообще пусто, все тренажеры пустые, а здесь прямо все кипит, бурлит. Здесь есть бассейн снутри, и можно выйти вон туда, дверь открывается снаружи. 28 градусов что снаружи, что снутри, а температура 40 градусов сейчас здесь, температура воздуха. Друзья, вон там проход, и получается можно проплыть снизу, здесь занырнуть, а там проплыть. Груповые занятия, йога, пилатес, аэробика, это все групповые, вот они в основном вечером проходят, после 7 часов. Ну, в принципе, какая разница, здесь есть вот такое тоже помещение, я думаю, это для групповых занятий. И здесь бокс еще, драться, драка. А, бесплатный велосипеды, комплимент, арибай, какие они милаши вообще. Я просто, честно говоря, даже не знаю, как это выразить. Вы можете прийти, взять велосипедик, покататься на нем здесь. Друзья, сейчас решил зайти тут рядом с отелем, есть вот такой вот турецкий фастфуд, сетевой, он называется, вот так, лук дуниасе. У них очень низкие цены, очень низкие, то есть вот суп мне только что принесли томатный, он стоит один доллар, даже меньше доллара по текущему курсу, там, когда-то был курс 18, практически там, меньше даже доллара, ну, грубо говоря, 200-300 тенге, вот такой вот суп, как бы, ну, в таком вот кафе, в ресторане неплохом, и любые закуски здесь тоже в районе доллара, двух долларов. Можно здесь тоже в принципе основное блюдо стоит, ну, где-то 2-3 доллара, ну, грубо говоря, где-то тысячи тенге, и вот они здесь, во-первых, выбор очень большой, видите, здесь и мясо есть, и котлетки всякие разные есть, и мясо с овощами, вот так вот, они на одной тарелочке с гарниром, с салатиком это все подают, то есть вы получаете салат, грубо говоря, и основное блюдо, и они приносят, всегда приносят хлеб бесплатно, воду приносят бесплатно, они еще дают здесь всякие разные соусы, это вот лимонный соус, целая бутылка можно налить сколько угодно, и оливковое масло, скорее всего. Вот, друзья, посмотрите, весьма такая внушительная порция, по сравнению с моей рукой, здесь и гарнир, как бы, и курочка есть, и мясо, салат они везде дарят, и хлеб они тоже везде дарят, еще, наверное, чай можно было сейчас заказать, я думаю, за все, за вот это я максимум 5 долларов заплачу. Играет музыка